Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с вами поиграем в ранч-симулятор. Собственно говоря, почитал я отзывы про эту игрушку, и что-то как-то меня не очень впечатлили, но вы написали там, что ну поиграем, мол, я поиграю, конечно, мужчина, давай, предустановки основные. Да, мы не будем заморачиваться, можно случайного просто какого-нибудь мужика, вот типа вот похожего какого-нибудь на меня, можно какого-нибудь похожего, только давай тело, вот чутка поменьше сделаем, чтобы оно типа прям вот, ну нет, вот типа вот где-то вот здесь вот мышечная масса, возраст совсем маленький, потому что я очень молодой, еще совсем маленький, прям мускулистый, ну не прям уж мускулистый, но ладно. Вес у меня маленький, что-то как-то мне кажется он не особо изменился, ой, смотри, башкой вверх. Так, волосы, волосы мы сделаем себе темные, темные вот не настолько прям, ну какие у меня волосы, ну например, наверное такие, да, усы гусарские у меня. Отсутствуют усы гусарские, борода средняя, ну типа отсутствует короткая афра, не, а можно что-нибудь типа на бок зачес, вот какой-нибудь, не знаю. Вот, ну ладно, пусть вот такой будет лохматый мужик. Глаза голубого цвета, серого какого-нибудь есть? Яркость, насыщенность, не понимаю, что это, а это глаз, наверное, да, размер зрачка, огромные зрачки у нас будут, форма глаз, ну, да, пусть будет вот такая. Брови, огромные, черные брови, чтобы они прямо, блин, были прямо, наверное, вот такие вот. Будут немножечко темные, форма бровей будет, наверное, вот такая вот будет форма бровей, высота бровей вот, вот такая. Глубина бровей, не знаю, что это, такая глубина, насколько они глубокие будут, брови, пусть будут вот так, рот, рот, рот. Знаешь, давай не будем сильно заморачиваться на этом деле, на всем тело, одежда, одежда у нас будет рубашка, черная рубашка обыкновенная, как я прям все люблю. Или все-таки, 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 все-таки что-то сделать такое эдакое. Дай футболку черную замутим, прям как на мне сейчас, только ее здесь нет, почему, а, есть, смотри, куртку, куртку забацаем себе, вот такую камуфля, нет, вот такую камуфляжную, мы же все-таки на ранчо. Худи тоже черная, потому что, ну, потому что не пачкается она сильно, потому что я-то знаю уж, у меня все вещи черные, поэтому хрен со мной поспоришь. Пиджак на ранчо очень полезен. Давай оставим футболку, я, наверное, я так понимаю, что это просто разные, как-то сказать, разные прикиды, но челюсть вот такая, ой, высота челюсти высокая, размер подбородка поменьше, можно как-нибудь, нет, и поуже, что-то не сильно меняется здесь все. Вот, наверное, вот такой, похож? Похож, наверное. Можно кожу, цвет себе сделать, опять компьютер мой улетает, потому что она что-то прям вот очень сильно много жрет, эта игрушка. Давай где-то вот, можно что-то типа белого, нет, оттенок, ух, господи, нет. Вот, мы сделаем вот такой вот, чуть-чуть щетины добавим, волос на теле убавим, форму уха, форму головы. А зачем я сейчас управлял? Зачем я все управлял, чтобы вот потом вот так вот сделать? Дурак-то, ну. Вот это самое, по-моему, адекватное. Какой-то он странный, но все равно. Где вертикально синхронизация, почему у него лицо разлетается во все стороны? В жопу. Сохраняем, сохраняем вот такой вот вид нашего персонажика и... 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 что делать-то? А что дальше-то? Закрыть? Нет, подожди. Сохранить. Что делать нужно? Мужчина, основные волосы, нос, глаза, брови. Где-нибудь кнопка-то есть, чтобы я это самое... Да. А, то есть... То есть я просто создал персонажа, а теперь я буду играть. Угу. Что самое интересное, знаешь? Купили коровну, не знаете, как ее перевезти на ранчо, вам необходимо машину побольше. Знаешь, что самое интересное? Что игрушка еще не успела запуститься, разогрела мою видеокарту до 70 градусов просто потому что... Просто потому что она... Ой, так захотела. Еще учитывая, что я в комнате нагрел немножко... Ой, что такое? Это она прогружается из-за этого, так лагает или что? А-а-а, это из-за того, что она на другом жестком диске. Твою-то мать. Я забыл ее перекинуть на другой. Базовое управление двигаетесь с помощью в сад и осмотритесь с помощью мыши. Бежать shift, присесть C, прыгать space, удерживать V, чтобы изменить вид камеры. Можно меня от первого лица как-нибудь? Нет? Почему? Почему? Ладно, интер продолжить. Какой-то бабуин у нас, а не человек. Есть здесь настройки, вертикальную синхронизацию, галочку поставим. Надеюсь, не нужно будет перезапускать. Блин. Я надеюсь, что мой компьютер просто не улетит сейчас в небеса с такими настройками и будет все отлично. Ну ладно, есть что, он выключится просто. Да и все, да, правильно? Ведь не сгорит. Ну просто я прям слышу через наушники, как он громко работает. Открыть дверь. Че, тут записочка какая-то у нас лежит. Нажмите читать. Если ты читаешь это письмо, значит, согласился выполнить мою последнюю волю и приехал на наше семейное ранчо. Оно в плачевном состоянии, потому что у меня не было времени и возможности с этим справиться. Заходи в дом. Я оставил на чердаке кое-что, что поможет тебе освоиться. Задание выполнено. Добро пожаловать на ранчо. Чтобы открыть журнал заданий, нажмите J. Нажмите J. Осмотреть дом. Текущая задача включить радио, надеть палатку. Давай включим радио. А где радио? Можно мне как-нибудь убрать? Спасибо. Ищем радио. Спасибо, что здесь есть ограничитель FPS. Иначе бы у меня просто, мне кажется, он уже улетел бы, компьютер мой, на седьмое небо от счастья, от такой игрушки. Ой, спасибо, что пускаете меня в эту дверь. Правда, тут забито все деревяшками. Это странно. Ой-ой-ой. Радио включай. Давай потише сделаем музычку. Я думаю, она нам будет мешать только. Давай вот сюда вот воткнем на десяточку. А лучше на девяточку. Звуковые эффекты на пятьдесят. И все отлично. Нажмите в... Чего? А, J для заданий. Получить дополнение информации. И найдите палатку. Че ее искать, если она у меня отмечена на карте? Что это за задание такое? Скажи, да, какие люди недовольны? Блин, не было бы отмечено. Я бы недовольничал, что не отмечено. А... Ну, я нашел. Что делать-то? Может быть, надо на Джейна нажать? Главное осмотреть дом. Добро пожаловать на ранчо. Все осмотреть дом. Ладно, давай. Ре. Зажмем, чтобы сохранить. Можно поспать до утра. И сохранить прогресс в любое время. Хорошо. Я нажал, чтобы сохранить. А, он, наверное, сохранил. А, смотрите второй этаж дома. Найдите дедушкин сундук на чердаке. Уберите старый матрас. Найдите сундук наверху. А, сейчас мы найдем в старом дедушкином сундуке какие-нибудь, не знаю, интересные вещички, которые никому не нужно было бы находить. Так, а на второй этаж как подняться? Хотелось бы узнать... А, вот она, лестничка. Пойдем. Пойдем. Сейчас разберемся на дедовом ранчо, в дедовом сарай. Покопай. Да что ж ты будешь делать? Вот, в дедовом сарае, в сарай, в сундуке покопаемся и будет у нас все классно. Для того, чтобы разрушить, убрать предмет, выберите... Нет, давай мы выключим нафиг эту музыку, потому что что-то это вообще не очень здорово. Вот, ну ее нафиг. Пусть она лучше там, не знаю, пусть без музыки, как люди пишут мне, давай музыку вставляй нам. Я не хочу музыку вставлять. А, тем более, если учитывать, что вот такая музыка будет у нас в игре, это, блин, я сейчас возьму, ты и это самое херак, и вообще весь звук вырежут. И как я потом буду жить без звука-то в видео? Как ты будешь смотреть? Как без звука? Для того, чтобы разрушить, убрать предмет, выберите режим разрушения в круговом меню. Удерживайте тап. Ох, твою мать, смотри, как я могу все разрушать, убирать. А куда он разрушает, убирает? Кто не знает? Кто такой, кто такой это придумал? Я же упасть могу, головой он всю, всю эту, всю черепицу прочертил. Подожди. Сесть. Поползли. Сейчас провалюсь же. Нет? Не провалюсь. На тап нажимаем, берем ручку, открываем... Ты видел, нет? Ты видел? Дед ружет пистолет, бабки их хранит, и эту записку. Возьми этот револьвер. В лесу много диких животных, которые могут доставить тебе неприятности. У меня остались деньги и боеприпасы. Еще одно. Тебе понадобится машина. В гараже у входа на ранчо стоит старый, ну короче, машина. Тебе нужно будет найти недостающие запчасти, чтобы подчинить его удачи. Спасибо, дед, конечно, но ты как-то очень подозрительно выглядишь с револьвером в сарае. Очень подозрительно выглядишь, и я думаю, что ты чего-то скрывал от нас, и умер ты не своей смертью. Видимо, совсем не своей смертью, потому что... Ну, дед, ну, как-то, блин... Кому ты врешь вообще, честное слово? А кого ты обманываешь? Из револьвера диких животных не стреляют. Мне кажется, ты стрелял диких животных, которых звали как... А, я забыл закрыть, она мне особо не мешается. Я просто сижу перед монитором, у меня вот такой вот тут вот монитор, и я... Поэтому еще, кстати, иногда бываю невнимательным, потому что я сижу очень близко к компьютеру, к монитору самому непосредственно, и поэтому... Поэтому вот бывает, что не вижу многих частей, то есть вот... того угла не вижу того угла, обзорность маленькая, а если я сяду подальше, то будет... то я не буду ничего видеть вообще в итоге. Нажмите поднять. Класс! Ты чё, блядь? Ты чем, спортом заниматься что-нибудь решил? Плечи качаешь? Ты дурак? А, мне нужно машину собирать, твою налево, а куда нести-то? Вон машина, через 15, 12, 11, 10, 5... Ох, метров, как быстро я к ней приближаюсь. А вот еще колеса. Конь такой. Ой, господи, это что за машина-то такая? Так там же были... А, это, наверное, просто, типа, модельки, чтобы мы знали... А можно два сразу колесико поднять? Блядь, хуй поднимешь, понятно все, ясно с тобой. Мужик, ты бы не на вытянутых руках носил, тогда было вообще классно. Если ты будешь носить не на вытянутых руках, я думаю, ты сможешь поднять два предмета. Это тебе на будущее, чтобы ты знал. Это тоже сюда? Да, смотри, это бензобак, походу. О! Кенгурятник, а зачем он здесь нужен-то? Я диких животных сейчас буду давить на нем, или что? На этом автомобиле. Опа! Нужно делать перерывы небольшие, чтобы хоть немножечко, да, была возможность передохнуть моему горлу. Ой, все-таки мой компьютер сейчас улетит, все-таки он улетает, он прям вообще, мне кажется, сейчас я руку протяну немножечко туда. Ух, етить колотить, вот это там тепло, вот это там тепло, можно даже это, отопление дома отключать спокойно, и, как-то говорится, жить спокойно без него. Можно было бы отсюда достать? Нет, нельзя, собака такая. Нет, не дает. А что это такое? А, сидушечка. Сидушечка-то мне нужна, да, правда, я один буду ездить, зачем мне вторая сидушка? Не, 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 непонятно вообще. Ладно, без музыки на самом деле очень сложно, давай музыку все-таки включим, будем надеяться, что... А, здесь музыка-то нихрена нет, она только из радио работает, то есть в радио она есть, а в... Стой, куда я? А, вот она, ебать, я его ищу, бегаю. Ну-ка, сесть в маш... Тот как будто рядом ходил, а, кто ж поедет-то без бензина, правильно, правильно. Размещение, возьмите предмет, удерживайте левую кнопку, правую кнопку мыши, чтобы начать размещение, нажми левую кнопку мыши, чтобы подтвердить размещение, прокрутите на колесо, чтобы повернуть объект. А, то есть я могу вот так вот разместить, это, конечно, здорово, только мне нужно... А, делов-то, елки-палки, я... Это я могу. Погнали. Заправка посе... Завести еще нужно. Ух, едить его. Вот это управление, прям как в Trader Live Simulator, прям как там Дидент, Газоил. Так, ну поехали на Газоил, там 200... Ой, 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 что ты... Подожди, да куда ты едешь-то, почему ты... Так, стоять. Хотя бы тормозит гораздо лучше, чем... чем... в Trader Live Simulator. Поедем по дороге, потому что мы все-таки цивили... Что-то он по дороге вообще не едет. А мы все-таки цивилизованные люди, поэтому мы хотим ехать так, как по ложе. Подожди, а куда там ехать? Там, наверное, указатель-то был налево написан, да? А я, дурак, поехал направо. Ну, что ж ты поделаешь-то? Ну, поедем не по дороге. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пиздерики. А что у тебя за... А, назад ты едешь очень долго, пока переключишься. Что ты... Что ты делаешь-то, а? У тебя колеса квадратные, что ли? Почему ты так ездишь-то? Тупо. Управляемость здесь просто дичайше, прям чувствительная, то есть я прям нажимаю на заправка посещена. Погоди, я сейчас на указатель погляжу, чтобы точно знать, куда нам ехать, потому что... Да, блин, такой указатель поганый, но вот в Дидент я смог поехать, а в Газойл нет. Угу, поворот направо. Спасибо, что вы мне сказали, правда, это говорится заранее, до поворота, по российским правилам, по-моему, вне населенного пункта 150-300 метров, если я не ошибаюсь, и здесь явно было меньше. А, но так как мы не в России, я не могу прикопаться к этому всему. Ой, мне кажется, у меня сейчас бензин закончится, и мы не проедем эти сраные 120 метров, хотя, хотя, хотя посмотрим сейчас. Да. 15 минут мы потратили на вот это вот все дело, и... уже... уже что-то хоть проглядывается. Задание обновлено. Наполните машину и канистру топливом, возьмите топливный пистолет, вставьте его в машину, в канистру. Взаимодействуйте с бензоколонкой, чтобы начать заправку, вам понадобится горючее в канистре на ранчо. Хорошо. Как выйти? Выйти на Е. Ну-ка, и чего? Ух, смотри, какой он напряжен. Оторвал. Или не оторвал? Ой, ой, ой. Ладно, давай подойдем вот сюда. А, здесь своровали, я так понимаю, уже все, кончился бензин здесь, а возьмем отсюда. Ладно, возьмем и засунем вот сюда. Ну, чего такое-то? Подожди. Е, чтобы вставить. И? Дальше что-нибудь будет? Может быть, нужно что-то сделать? А, здесь не обновляется, пока ты сидишь, короче, здесь нельзя заправляться. 26 долларов, 26 долларов, это что? Опять же, берем привычку из трейдера Лайф-симулятора 26 на 7, на полторашку заправить. А, ну, в целом, полторы тысячи для нас даже это уже даже не такие большие деньги, как бы для заправки, тем более, с учетом того, что в трейдер-лайф-симуляторе заправляемся за 300 долларов, то здесь-то это копейки сущие, просто положить в и... А, тоже заправлять надо нажимать. Задание выполнено. Сколько там литров-то? Сколько там литров-то? Куда ты заправляешься только? Это получается в канистре больше, чем в бензобаке у нас? Ничего себе. Вот это дела. Так, давай вытащим все это дело из-за этого самого и поговорить с продавцом автомобилей. А где продавец автомобилей? В какой страсте? А, еще 20 метров. Ну, поехали. Заведись. Здесь вот это вот, вот это заведись, это усложняет немножко. Хотя, это вот достаточно реалистично. Так и вот, я начитал с отзывов, посмотрел, что эта игра не прям уж такая здоровская и не очень прям такая классная и типа вообще херня херней. Половина отзывов такие, половина отзывов говорят, что охренеть какой потенциал у этих, у этой игры, у этого производителя игр. То есть, прям вообще здоровские игры. Блядь, стекло. Кто их здесь понаставил в деревне-то? Ого, ничего себе, я такой хочу себе. Смотри, какой подлокотник широкий, все дела, то есть, прям, прям, м-м-м, хорошая машинка. Поговорить. Добро пожаловать. Здесь вы можете купить машину или модернизировать ее. Для всех наших новых клиентов мы устанавливаем радио в их ЮТВ. Это канал, что ли, какой-то? Машина странно называется. Всего за 10 долларов просто заезжайте в гараж за этим зданием и устанавливайте радио. Если вы хотите купить автомобиль, используйте компьютер передо мной. А ты нахрена здесь нужен тогда продавец? В чем разница между машинами? Все автомобили различаются техническими характеристиками, а также вместимостью. Смотрите компьютер для подробной информации. Хорошо, до свидания. Радио установлен. А, мне нужно радио обязательно установить. Понял, это задание аж целое. Ну, ты... Бэх! Что ж такое-то? Поехали. Но бензин здесь гораздо быстрее уходит, конечно. Прямо ГТА какой-то. Я хочу вот такую вот машину. Ярко красную бибику хочу, да, насыщенность. Очень насыщенная и очень яркая. Очень яркая или может вот такую? Нет, давай желтую бибику и дополнительно радио. Десять вроде долларов писали, нет? А, я же покрасить. Покрасил. Все, понял. Улучшим обязательно. Выход. Очень темно на улице, поэтому я не смогу сейчас сфоткать свою машинку, поэтому потерпим поговорить с... С каким продавцом? А, с другим уже, наверное, продавцом. Потому что с этим продавцом я уже наговорился. До того продавцам поедем по железной дороге, потому что по железной дороге, я так понимаю, до него ближе доехать, чем по каким-либо другим дорогам. Или там другая должна быть дорога. Посмотрим на карту М. Да, остановись ты. Да, куда ты покатился-то, ну? Ты дурак, что ли, совсем? Я же тебя не просил ехать, зачем ты с горки покатился? Ручничок можно поставить? Прямо ручничок. мне нужно знаешь куда? Мне нужно получается в магазин. А магазин у нас... Аааа, я, блин, должен был просто по дороге проехать, а я дурак проехал по железной дороге. Ой, чуть-чуть сломал машину, но ничего страшного, я думаю, с ней ничего страшного не случится, потому что дай в конце от концов симулятор ранчо, а не симулятор автомобильный. Ух, бля! Это олень был, или лось. Кто это был? Он меня чуть не убил, ты видел, нет? Охренеть, я, блин, даже пересрал. Ох, блин, это хоррор какой-то, они... Так, фары мы знаем, что на L включаются, лайтинг, собственно говоря. А губы все пересохли, разговариваю, разговариваю. Тяни давай, колымага. Так, продавец магазина. Ой, какой яркий свет у меня. Биксин, он что себе поставил? Что это такое? Почему он так ярко светит? Почему он так ярко светит? Остановись. Заглуши двигатель, выключи фары и пойдем. Здравствуйте. Открой. Дверь-то. Здравствуйте, женщина, а вы что здесь сидите, тыкаете в телефон? Вы на рабочем месте в конце концов. Добро пожаловать. Чтобы совершить покупку, воспользуйтесь терминалом в соседней комнате. Купленные предметы появятся слева от меня. Скотт будет снаружи. Для получения дополнительной информации о животноводстве просмотрите глоссарий, чтобы продать предметы и поместить их в области слева от меня и подтвердите продажу с помощью терминала. Завершить разговор. Ух, нитить-колотить. Зачем вы здесь с тобой сидите, если я все через терминал, блин, покупаю? Петух. Ну-ка смотри. Блин, да что ж такое? Опять кот. Опять кот на меня напал. Волосы кошачьи. Опять повсюду, представляешь? Опять намотал вокруг моего микрофона волос. Корову хочу купить, но у меня на нее денег нет. У меня 300 долларов, и мне хватает только на курицу с петухом. Кстати, да, курицу и петуха. Хочу белую курицу и белого петуха. Вот это будет огонь. Да, класс. Добавить, добавить. Итак, больше мы такой ошибки не допустим, наверное. Купить нужно, значит, нам топор, лом, молоток, корзина для яйца, две курицы. Две курицы белые. Топор, молоток. Топор, молоток. Подожди, топор, молоток. А лом же нужен был. Топор, лом, молоток. Топор, лом, молоток. Корзин для яиц и кур. На улице, кстати, дождик. Если этот шум тебе мешает, то мне тоже мешает, собственно говоря, все. Купили две курицы всего на 180 долларов. Да, я... Ой, ну что такое? Оплатить. Надо же было так мягко говоря обмануться. Давай уберем шум дождя вот сюда, потому что очень уж громко он шумит. Очень громко он шумит. Поднять, поднять, поднять. Да поднять, говорю же. Поднять. Ой, подожди-ка, я кое-что забыл. Это что-то было? Я не знаю, что это такое точно было. И это, скорее всего, было... Не знаю, что это было. Давай поднимем и пойдем за курами. Куры снаружи. А что они делают? Где они снаружи-то? Куда ты их делал? Женщина? Ты же мне их... А, вот они ходят, хорошие мои. Приветики. Если кто-то так это... Поместите вещи в багажник. Кто же так кур держит? За шею. Ну? Что, они будут там сидеть теперь? Какие-то спокойные куры. Мне кажется, они обдолбанные. Они не могут так спокойно сидеть. А можно посадить курицу в корзинку, чтобы она там сидела? Нет? Нет, смотри-ка, жалко. Жалко, жалко. Правда, жалко у пчелки, но у кур тоже есть жалко. Да, будем так считать. Давай возьмем корзинку. Поставим ее тоже как бы вот сюда, чтобы она вот так вот у нас стояла. Вот здесь вот стояла, говорю тебе. Что ж ты такой тупорылый-то, ну? Кура, стой вот тут. Ты стой вот здесь. Вот так, вот здесь. Вот тут в уголке стой. И ты тоже вот стоишь вот тут. Вообще отлично. Садимся в автомобиль. Ранчо посещено... Посещено. Нет, не посещено. А куда мне ехать? Подожди. Ранчо. 420 метров в обратную сторону. Ранчо это... А, это моё ранчо, да? Можно, конечно, срезать по железной дороге, что мы и сделаем, потому что это... Вот этот вот крюк давать, это бессмыслица. Не вижу в этом смысла. Хотя это не железная дорога, это же проселочная дорога, да? Да, смотри-ка. То есть это короткая дорога до магазина с нашего ранчо. Удобно, удобно, очень удобно. Ой, сейчас мы прыгнем. Я пока ехал, на меня олень напал. Я опять... Ехал, 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 и на меня как прыгнул этот олень. Ты вообще видел когда-нибудь, чтобы на машину прыгал олень? Самостоятельно. Он же не настолько... Блядь. И куры, самое главное, вообще не переживают. Куры как стояли в ящике в моём, так и стоят. А меня тут болтыхает, колтыхает. Вообще им всё равно. И нашему главному герою тоже всё равно. Он просто едет, рулит и ему посрать. Посрать, просто посрать. Посрать. Ой, бляха-муха. Ну что ж ты? Что ж ты такой неаккуратный-то, ну? Положите курицу где-нибудь на ранчо. А где-нибудь на ранчо это где? Подожди. Давай вот сюда вот бросим, что ли? Кур. Ну а почему бы нет? Типа, пусть сидят здесь. Давай, Кура, пойдём. Ты здесь сиди. И ты тоже вон туда пойдём. Я тебя посажу... А ты чё ходишь-то? Ты же сидела только что спокойно и никуда не ходила. Закроем дверь. И пусть они там кукуют сидят. А, блин, а они не убегут? Я думаю, что просто они могут убежать. В смысле? Я должен сюда высыпать... А, должен высыпать еду. Синее это мешок зерна. И жёлтое это... Жёлтое это место, куда нужно высыпать. Опять я тупанул и пришёл не с той стороны. Но, да ладно. С кем не бывает. Правильно? Правильно. Как бы, пусть выходят. Я так понимаю, нужно будет всё равно высыпать снаружи. Они туда пойдут есть. Следовательно, как бы, ну... Никакого смысла их держать в помещении в том нет. Чё сделать нужно? Как это? И... Класс. А ведро найдено. Бак с водой установлен в любом месте ранчо. Бак с водой найден. Ведро с водой наполнено. Кура, пойдём брошь тебя вон туда. Чё ты так низко прыгаешь? С курицей. Она же ещё крыльями машет. Иди ешь. Курица. Курица не идёт есть. Она не хочет. Она не хочет есть. Бак с водой мне нужно. Ведро найдено. Ведро рыжее. Ведро рыжее через 8 метров. Давай внутри всё будем искать, потому что снаружи вряд ли кто-то что-то положил. Очень темно. Ведро найдено. А дальше что? Бак с водой тоже нужно найти. Я его не терял. Он как бы здесь так стоял. Установить его. Давай установим вот здесь посерединке, чтобы он стоял. Давай немножечко в графику зайдём, чтобы что-бы что-бы что сделать, чтобы... Ахер, тут нету. Тут нету этой кнопочки с... Как её называют с графикой с этой, с яркостью. Я же вообще просто ничего не вижу. Вообще не вижу. Давай переспим. Спать и сохранить. Просто... У меня ник есть. Просто я не хочу ночью спать, потому что... Потому что... А чё я сплю? В смысле, а почему у меня не пропускается ночь? То есть я в любом случае буду, что ли, как его называют, ночью гулять. Но это не серьёзно. Это... Это просто... Что-то. Я не знаю. Где ведро? Где мне теперь это всё найти? Поставьте полное ведро воды в доступное для куриц место, чтобы они могли её пить. Но мне для начала нужно же ведь поставить эту. Поставить эту. И налить ведро. Каким-то образом. Правильно? Правильно. А если я не знаю, как это сделать? Подожди. И, может быть, здесь строить оружие разрушения взаимодействия. Ведро с водой наполнено. Давай дождёмся утро. Утро дождёмся, и будет, наверное, всё хорошо. Знаешь, что самое интересное? Я просто ещё раз лёг спать, и он смог сохранить. И, соответственно, как это сказать... Ой. Вот оно что. И... Сохранился, и пропустил ночь. Газонокосилка. Газонокосилка через 19 метров. Ну, давай возьмём газонокосилку. Блин, да газонокосилка гораздо лучше, чем моя машина, на которой я сейчас езжу. Что я делаю сейчас? Она игрушечная, что ли? Завести газонокосилку. И что сделать нужно? Какую-то траву скосить. А где мне её косить нужно? Ага. А, мне нужно вон там скосить траву. Почему не везде сразу? Почему по всему полю бы мне не проехаться и не скосить? Деревья срублены? Это мне рубить деревья нужно. Ой. Это сложно. Ну, давай траву хотя бы скосим. Получается, мне нужно сейчас... Нужно сейчас... Нужно сейчас... Траву косить. Деревья рубить. И тогда строить что-то. Правильно я понимаю? Конечно, правильно. Тут вариантов других нет. Трава скошена. Глушим газонокосилку. И... Что делаем? Ой. Взаимодействие. Вот это реализм. Вот это да. Вот это я понимаю. А что дерево пустое? Оно так и должно? Такое должно быть? Ничего себе. Прям форест. Смотри-ка. Только в форесте можно было по 3 этих бревна носить. Курятник построен? Нет, не построен. Ты что-то перепутал. Давай строить. Ого. Подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я так не хотел делать. Или, то есть, мне вот здесь в любом случае нужно что-то строить. Я что должен сделать-то? А, вот он что. Общий баланс. Описание рекомендуется для содержания не более 8 кур. Удобное кормление за 100 долларов. У меня всего 2 курицы, поэтому вот это с бацаем. Ну и что? А, вот он у чем. Первый курятник. Выполнено задание. И что мы делаем? Чердак разобран. Второй этаж снесен. Первый этаж снесен. Я думаю, на этом надо закончить, потому что очень-очень длинная серия получилась. Пишите, понравилось, не понравилось, проходить, не проходить. И давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подпишись и прокомментируй обязательно. До встречи в новом видео, в новой серии. Пока.